Такое у меня сильно получилось размазанное введение. Но будет у нас отдельно пара лекций по хибернейту. Есть тот самый ОРМ. И мы его прикручиваем к базе. С одной стороны у нас наша ООП. Вот ООП мы посмотрим и очень внятно ООП объясняем хибернейту. Либо покрываем классы кучей аннотаций, даем хибернейту на прорезе рефлексии. Вот наша ООП модель. Либо же мы пишем тут такую жесточайшую XML, где описываем нашу ООП модель. Но мы в общем-то хибернейту не описываем, как устроена база. Но хибернейт, ему даешь GDBC URL, он сам лезет в базу, вытаскивает то, что называется мета-информация. То есть информация о информации. Не просто, что в таблице лежит три записи, а типы полей записи. Сколько всего в таблице, какие есть свойства в таблице и так далее. Он ту мета-информацию вытаскивает. В общем, хибернейт может сам разобраться, как устроена база. Делает это с S-M-GDBC. Вот давайте посмотрим. Я выдам примеры, которые интенсивно. То есть всю мета-информацию, которую смог я полезно найти, я вытащил просто жалкую. Итак, что у нас есть? Ключевые классы у нас такие. У нас есть драйвер, он выдает connection, он выдает statement, тот выдает result set. И вот в разных местах этой цепочки есть метод get, мета, что-нибудь. И вот смотрим. Драйвер это интерфейс, и у каждого конкретного джарника лежит своя инклементация драйвера. Если вы подложили себе 5 коннектор G, что-то коротку, что-то KMSSQ сервер, то у вас есть 5 драйверов. Драйвер-менеджер это класс, который построен так, что я показывал механизм сервиса. Когда у вас в класс-пассе оказывается конкретный драйвер, у него там метод фактически в текстовичке описан какой у него драйвер. И драйвер-менеджер собирает эту информацию и знает про все 5 драйверов. И ты можешь не про конкретного драйвера говорить, а приходит к драйвер-менеджеру с GDBC URL, он знает все драйвера, он проверяет тот, когда он подходит к GDBC URL, то он через того дает тебе connection. Если драйвера есть, это драйвер. Да, иначе кидает какую-нибудь exception извести. Значит, я беру getConnection, метод getConnection, вот простой. Я у драйвер-менеджера getConnection gdbc URL. Тут никакой магии, это самый обычный метод получения коннекшена. У коннекшена просто есть метод getMetaData. После чего смотрим, что есть у методаты. Да, я сейчас запущу, там просто очень много текстов. У методаты есть. Можно взять какие-то каталоги. То есть имеется в виду, описание всей каталоги и схемы, это характеристики всей базы данных. То есть мы не посылаем конкретный SELECT. Когда посылаешь SELECT, фактически нужно указать по какой таблице. А тут можно у коннекшена. Как-то он узнает connection. Какие есть каталоги с кем? Можно взять список всех таблиц. Можно взять список всех первичных ключей. Ну, я так понимаю, что... Так, это, наверное, имя таблицы. Я слегка переделываю под нашу базу. Это имя таблицы. А, понятно. У которой первичные ключи. А, тогда, конечно. То есть я могу спросить все таблицы, а потом у каждой таблицы спросить первичные ключи. Потом какие-то информации о типах. Сейчас посмотрим, о чем речь. То есть какие типы колонок поддерживаются. Информация о таблицах. Какие типы таблиц поддерживаются. Информацию можно вытащить в все хранимые процедуры. Все функции местного SELECT. Давайте просто запустим. Да, это я более-менее красиво сделал println, но... То есть вот что мы можем узнать о базе данных, в целом, о моей базе. Не шарясь по конкретным таблицам. Да, мы узнали название. Узнали версию. Имя драйвера. Ну, такие мелочи. Абсолютно полное имя драйвера. О, так наш какой-то. С оглаков. Вот какая-то конкретная версия. Но это ни о чем, да? Это постоянно меняется, а каждый день. Хорошо. Какой-то диапазон GVC версии. То есть данный драйвер в нем поддерживает четвертую версию. Что начать в ноль, я не знаю. Ну, наверное, минимальная же. Я не понимаю. Ну, хорошо. Вот мы вытаскиваем функцию. Нам просто вернули база данных. Имена всех функций, которые поддерживают. То есть мы можем узнать о SQL. О варианте SQL, который поддерживает конкретный инстанс баз данных. И нам говорят, что вот числовые функции. Модуль, архкосинус, архсинус, архтангенс, подсчет битов. И функций много. Я бы прямо был на совет, можем, да? Да. Функции типа дата-время. И пошли куча функций. Строковые функции. Перевод, видимо, в ASCII, в binary, подсчет длины, чары, черрика. То есть человек узнает, что имеет в виду. Вот, L-case, наверное, lowercase. Это все в описании SQL там есть? Да. Есть варианты SQL. Это... И если... Можно покупать комплектную функцию, или берешь на доку по SQL, да? Да. Это ключевые слова из кейля. Просто вот в данном... То есть... Все подряд. То есть все предыдущие строчки вместе взяты. Не-не-не-не. Это именно функции. Это ключевые слова. То есть тут будет select, update, delete, in, where. А тут будет архкосинус, архсинус. НОС. А. Вообще говоря, я буду говорить про хибернейт. Просто как самый яркий представитель ООП-шек. О, ОРЭМО. У него есть конкуренты. То есть сразмеримые с ним по мощности конкуренты делают буквально вообще один в один то, что он говорит. Да. Давайте еще кратенько. То есть есть хибернейт, который сделали потому, что EGV2 было корявое прерывание. Работит с данными. В ответ, когда хибернейт пошел в массы, товарищи из Java EE решили, что... То есть часть их API EGV2 плохо работает с данными. И выпустили EGV3. Он классно работает с данными. Они, в общем-то, все идеи, можно считать, что украли у хибернейт. То есть в данном случае корпорат, опять же, это open-source стандарт. Ну, в смысле как, открытый стандарт в PDF никому не принадлежит. Но он, в общем-то, скопирован с хибернейта. Поскольку напрямую у себя использовать хибернейт нельзя, ну, например, эта штука, у них нет, ну... Нельзя напрямую интерфейсы, классы open-source штукомины использовать в стандарте. Потому что тут четко специфицировано. Все договариваются. Это неизменность. Если ты говоришь, что у тебя EGV3, то все понимают, о чем речь. А хибернейт никаких стандартам не подлежит. Просто у тебя каждый день новый апдейт какой-то. Люди выказывают, катят, катят, ни перед кем не отвечают, ничего, ни гарантий нет. Поэтому здесь сделали EGV3, сделали копию хибернейта. Называется она JPA. Java Persistent API. Тут тоже persistent, типа сохранный. И это копия хибернейта. Ну, а тут надо понимать, что получается я в следующей ситуации, что JPA — это набор интерфейсов. Вот это набор интерфейсов. Их реализует, например, JBoss. Вот это набор интерфейсов. Их реализует теперь, например, хибернейт. То есть эти ребята посмотрели. Напрямую хибернейт они используют, в общем-то, не имеют права. Потому что это фиксированный стандарт, а эта штука меняется каждый день. Они там поссорятся в open source, и так сделают, потом так, так катятся. Поэтому они описали, как из EGV видно хибернейт. Или знали, что будет такой интерфейс, типа, query. Нет, у вас это конкретный класс, порт, хибернейт, какой-нибудь скейт-квери. Они говорят, нет, нет, мы сделаем Java Persistent Query. Это интерфейс. И хибернейт является реализацией JPA. То есть такое ощущение, что вот это GDBC API, а это GDBC драйвер. Это сервелет API, а это Tomcat. Вы можете напрямую использовать хибернейт. А можете использовать его как бы через прокладку. То есть вы используете у себя, указываете только класс, только интерфейсы JPA. А потом даже мягко сказать, что в качестве JPA провайдера вы используете хибернейт. Это выглядит крайне глупо. Это выглядело бы крайне глупо, если бы не оказалось, что у JPA, ну, у хибернейта есть конкуренты. Если вы напрямую используете классы хибернейта, вы не можете легко переключиться на конкурентов. Как GDBC? Если вы напрямую используете классы com, myscale, то-то-то, вы на орг легко переключиться не можете. Если вы используете только интерфейсы Java и SQL, ни GMA и SQL не используете, вроде как, может легко переключиться. У хибернейта есть конкуренты. Самый жесткий сейчас, по-моему, OpenGPA. Ну, если я не ошибся в написании. То есть у JPA, вот, как же есть такая штука. Другие, не скажу. То есть они, в общем-то, бьются. Сейчас, вроде, OpenGPA вытесняет хибернейт. Пока что JPA покрывает только часть функционала хибернейта. Они сразу не смогли, как бы, построить абстракцию и описать в стандарте все, что может делать хибернейт. Поэтому был JPA2. Тут могу ошибаться, но, по-моему, это EGB3.1. То есть у этой, как у JDBBC, есть версии 1, 2, 3, 4. Так у JPA есть две версии. И вот JPA2, тоже у нее обе эти штуки являются реализациями. Это обе open-source проекта. Но этот, по-моему, был закрыт, и его недавно открыли. По-моему, он арокловский оказался. А эта штука всегда была открытая. Вот уже, когда у вас есть JPA2, то логичнее использовать не напрямую с хибернейт, а JPA с вам язык. Возникает жуткая проблема. Потому что теперь у вас очень похожая функциональность. Есть описано и здесь, и здесь. Ну, то есть, если вы хотите ОРМ-у объяснить, то хибернейт понимает и собственный вариант XML, и вариант XML, который специфицировали здесь. И они очень сильно похожи. Ты хибернейт говоришь, хибернейт, я тебе буду говорить, твоим родным XML, как устроена бизнес-модель. А можешь ему положить в этом стандарт и очень похожий XML. Бывает, что там просто чуть-чуть не копи-паст. Но все-таки немного другой. Такая вот ситуация у нас сложилась. Так. Так вот. Да. Это я к чему рассказал. Чтобы понимать, что когда я буду говорить, JPA, хибернейт, я фактически имею в виду синонимы. Это, как говорить, Connector-G и JDBC. В нашем конкретном примере это синонимы. Единственный JDBC-драйвер, который мы устраивали, используем, это Connector-G. JPA and Light, это суть интерфейса, это реализация. Да. Но они появились в обратном порядке. Обычно в Java мы придумываем интерфейс, рунейду, а потом делаем рунейду. А тут наоборот получилось. Сначала ползал хибернейт. Эти люди хотели использовать хибернейт, но напрямую нельзя, поэтому сделали как бы интерфейс. А хибернейтовцы в ответ, то есть у них сообщество доброе, все эти open source, они тут же себе вкрутили. Частью хибернейта стал адаптер, чтобы хибернейт реализовал Java 2. Так вот. У хибернейта есть механизм, когда у хибернейта есть сменяемая часть. не будем сужать, то есть с точки зрения, это модульная система, есть сменяемые части. Как оно выглядит с точки зрения пользователя, это у хибернейта в XML ты пишешь диалект. И хибернейт поддерживает около 30 диалектов. Ты ему говоришь, я буду использовать Postgres такой-то версии, или я буду использовать Oracle такой-то версии, или я буду использовать MySQL такой-то версии. И когда я хибернейтю, притаскиваю объект, говорю, вот юзер, хочу его в базу, то хибернейт генерирует SQL, который поддонан под конкретную базу. То есть он анализирует и говорит, знаешь что, вот в MySQL insert лучше делать так. Ну, во-первых, насколько крута реализация разных диалектов в хибернейте, я не скажу, но что он может учитывать. Определённый функционал в разной базе данных делается разными ключевыми словами просто. То есть какой-нибудь сложный выбор кодорок, или просто, может быть, другие используются ключевые слова, чем в MySQL. Это первое. Второе, это достаточно круто. Он может, даже если SQL один и тот же, он может подбирать SQL так, что вот в MySQL быстрее вот так сделать, а в Oracle вот так. Вот. то есть понятно, что вообще говоря, наверное, нереально сделать такой функционал, что ты делаешь, получаешь эту информацию, узнаёшь, что в данной базе данных есть вот такая функция, и её используешь. Потому что выкачать из баз... Нельзя у базы данных узнать, что означает вот эта функция. Поэтому если ты у Connection спросил мне эту информацию, тебе скажешь, что есть такое ключевое слово, то вряд ли ты, впервые увидев, можешь использовать. Ну, если ты автомат. Ты просто не знаешь, они не описывают семантику. Ну, сколько аргументов вот этой функции? Какого типа? А что она делает? То есть на самом деле вот эту часть по большому счёту как бы не используют. Просто заранее у тебя может быть генератор вот таких эсферий и вот таких эсферий. И ты, наверное, можешь спросить у базы данных, сказать, а у тебя есть такие ключевые слова и такие функции? Она говорит, да, есть. Ты говоришь, о, могу тебе этот эсферий дать? Так. Ограничения базы данных. Вот это интересно, потому что это может быть как ограничения конкретной версии, так и, тут я не уверен, но это могут быть ограничения, наложенные ДБ администратором. Ноль надо смотреть скорее всего. Обычно ноль означает, что нет ограничений. Ноль смотреть, то есть обычно минус один дают какая-то ограничения, или там ноль. То есть вот эта информация очень полезна, если вы пишете хибернет. То есть если вы не можете посмотреть, забить, подойти к майскерию, посмотреть его настройки, вернуться, забить то же самое в джаве и запустить. А если у вас хибернет, автоматическая пауза, ее запустили и говорят, вот тебе gdbc URL, он получает connection. А теперь ему надо работать с базой, которая, в общем-то, ты его в настройках хибернет искал, что это mysql 5, он, в принципе, сам мог это узнать, и он не знает. То есть, потому что это mysql 5, вот это определить, наверное, нельзя, потому что это настройки систем админа. Итак, максимальное количество стейкментов, которые может существовать одновременно, не вообще быть выделяем, а одновременно. Тут, конечно, вопрос, это стейкменты, которые суммарно база выделила, или стейкменты на один connection? Ну, если max statements тысяча, я могу взять один connection, и у него взять тысячу стейкментов? Сейчас. Тут я просто не знаю, если я выделил два connection, а вот тут было бы max statements тысяча, то имеется в виду, что я суммарно могу иметь только тысячу стейкментов, или же я на каждом connection могу иметь тысячу стейкментов? Подобегите, наверное, всего. Не знаю, для смотреть, то есть я боюсь, что это уже, ничего, я не знаю. Это важно, потому что стейкмент ты жахнул по базе, выбрал назад, у тебя в руках стейкмент, пока ты его разбираешь, ты, а, создал стейкмент, потом ты посылаешь запрос, получаешь резонсет, и если у тебя много запросов, то у тебя одновременно в руках, может, кажется, слишком много стейкментов. Кроме того, разберем, еще у нас будет занятие о GVBC Connection Pool. Если мы между драйвером, не используем драйвера напрямую, а используем его через интерфейс Data Source, это в любом проекте вообще всегда есть, то рекомендуется вот поставить прокладку, называется GVBC Connection Pool. Их несколько реализаций, самые типичные, самые популярные, это прокстол, C3B0, DBCP. Вот этот, по-моему, идет в составе Cybernet, например, вот этот, по-моему, идет в составе Tomcat, это используется на всякий случай. Так вот, что делает эта штука? у нас есть вразительное несоответствие между моделью работы в веб-сервере и моделью работы базы данных, которая нам через GVBC драйвер мучает. С точки зрения веб-сервера прокинутся система так, приходит какой-то ивент, нам пришел DoGet, мы порождаем активность, работаем, идем в базу, вытаскиваем веб-сервисы, туда-туда сходили, сюда, емейлы, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп и отдали ответы. И вообще ожидается, что на фронтенге вполне нормально это тысячу запросов в секунду. Ну, это как бы норма, в принципе, там, Tomcat работает быстро, если вы сильно бизнес-логики не накрутили, то, что там, один запрос, ну пусть нам создаст 100 объектов, 100 тысяч объектов гарбыч-корректора, это отлично. Один запрос, есть немного памяти. Голый Tomcat с «Хеллоу Волдом», я думаю, что до 10 тысяч «Хеллоу Волда» в секунду пишет. То есть, в сервисе, в котором динувит Ашкебаль, написано «Хеллоу Волду». Вот есть подозрение, что без кешира, ни без ничего, Tomcat под 10 тысяч «Хеллоу Волда» выдаст. С точки зрения базы данных, мы смотрели, первое, получение коннекшена, это очень медленная операция. Мы там встретили порядка трех миллисекунд. То есть, мы можем типа всего 300 раз в секунду получить коннекшен. Второе, база данных находит ненормальным, что на каждой чьих пользователя выделяется новый коннекшен. Она говорит, не так. С точки зрения базы данных, выдели несколько коннекшенов и используй сколько хочешь. Тебе уже на 5 часов коннекшен, не проблема. То есть, база данных хочешь, чтобы выделили коннекшен. И потом по коннекшену у тебя есть 1000 SQL, то есть, 1000 SQL в секунду для базы данных. Это норма. Но она просит не получать для этого 1000 коннекшенов. Она говорит, возьми коннекшен и дай по нему какие русские получил ответ. Какие русские получил ответ. Поэтому, вот эта штуковина, вот эту системную несуразицу она как бы развязывает. GDBC Connection Pool выделяет заранее какое-то количество коннекшенов. когда мы обращаемся к GDBC Connection Pool он реализует интерфейс Data Source. То есть, мы когда отсюда смотрим мы говорим а, Data Source Get Connection. Мы просим у GDBC Get Connection нам выделяют connection. Это какая-то имплементация интерфейса connection. Эта штука связана с реальным коннекшеном на базу данных который GDBC Connection Pool мы говорим этой штуке Insert, Select, туда-сюда работаем-работаем потом говорим Commit. Да, все запросы передаются в реальный connection. Commit передается сюда. Потом мы у этой штуки вызываем Close и закрывается вот эта обертка а реальный connection не закрывается. А Rollback там все что? Rollback тоже Rollback. Самое главное когда вы нажимаете Close они в обертке которую вам выдали пишут что эта фигня закрыта любой вызов обертки теперь кидает какой-то SQL Exception извините я закрыта но реальный connection не закрывается а он возвращается в Pool а они говорят о эта штука свободная и в итоге за счет этой прокладки я могу прибегать к GDBC Connection Pool каждый раз у меня пришло сообщение от клиента до Get я говорю Get Connection вот Connection я пыщ пыщ коммит Close беру следующий Get Connection и у меня ощущение с точки зрения веб-сервера полное ощущение что я каждый раз выделяю новый connection юзаю close и все жизнь закончена но в реальность висит connection pool такая мощная поточность что уровня которая многопомощный pool то есть он заранее содержит connection ты когда просишь он выдает когда нажимаешь close он его реально не закрывает он возвращает и выдает в следующем потоку ну вот как конкретно реализованный вот это множество connection я не скажу каждый пул по-своему ну можно сказать что это какой-то concurrent list или concurrent set что-то выдерживающий если приходит запрос когда уже в пуле нет ни одного connection настройки по обычно есть максимальное количество и объем выделения например при старте сразу выделить 4 connection если тебе connection минимум 4 максимум 100 если будет не хватать выделять допустим по-4 ты берешь G это зависит от реализации так вот connection пул может кешировать коннекшены если он достаточно крут он может кешировать и стейтменты когда ты обратился getConnection тебе выдали обертку что я буду под оберткой этот класс имплементит интерфейс javascript connection и реальный connection содержит в виде поля то есть вот тут просто есть поле вот сюда ты когда вызываешь у него метод createStatement он идет к реальному createStatement кто-то возвращает стейтмент он возвращает тебе когда ты вызываешь у него close он просто поле делает ну например у него у него до слай обертка так вот connection pool кроме того может кешировать и стейтменты стейтменты prepareStatement collageStatement все три типа стейтментов то есть они помнят что был такой connection и под этот connection было создано вот три таких стейтмента и этот connection уже использовали были созданы вот два стейтмента и этого есть создан один стейтмент теперь если ты здесь говоришь getConnection тебе выделяют упло тебе выделяют обертку которая содержит ссылку на реальный connection если ты попросишь создать стейтмент то тебе обертка коннекшена создает обертку стейтмента которая в реальности ссылается на уже созданный стейтмент вот реальный connection который создал реальный стейтмент вы в руки получили обертку от коннекшена который вернул оберкнут стейкментом. Он вернул его мгновенно. Вы не обращались к реальному GDBC драйверу, чтобы он создал стейкмент. Возможно сходить в базу, например. Нет, у вас проблема с многопоточностью. Вам нужно тут, ну это же многопоточные операции, все разные, но пройти там какой-нибудь один-два синхронайзинг, делаем наносекунд буквально. И вот в этом смысле резко становится важно, а сколько у вас одновременно может существовать стейкментов. Потому что если у вас 100 коннекшенов и на каждом вы зафешировали сколько-то стейкментов, то у вас реально 1000 стейкментов может быть элементарно. Все резко ухудшается, когда речь идет про parent стейкменты. Сам по себе стейкмент, он голый. Ты у коннекшена пишешь create statement, получаешь стейкмент. Create statement без аргументов. То есть у одного коннекшена вообще можно сделать один стейкмент. И хватит. Но пропе стейкмент ты у коннекшена вызываешь метод пропе стейкмент и даешь ему SQL. Если у одного коннекшена попросил сделать пропе стейкмент с одним SQL, потом у него же попросил, да пропе стейкмент возвращает экземпляр пропе стейкмент. У коннекшена попросил пропе стейкмент с другим SQL, с третьим SQL, с четвертым, то получается, что на одном коннекшене насоздавалось, на одном закешированном коннекшене хранится много закешированных препарат стейкментов. И объем, количество стейкментов драйвер элементарно превышает. Это в случае, когда вы как бы запомнили сильно многое. Одна из проблем кэширования, если как бы пространство состояние сильно большое. У вас используется, смотрите, у вас в системе используются тысячи с келей. И база данных разрешает 100 коннекшенов. Поэтому в GDBC своему пулу и GDBC драйверу сказали 100. Хорошо. Если вы на каждом колечне поиспользуйте каждую SCLE, то у вас в сечении 100 тысяч. Потому что пропе стейкмент привязан к конкретному коннекшену. Выберите первый коннекшен, говорите , такой скиль, всякой скиль, пропе стейкмент, такой скиль, пропе стейкмент, такой скиль, а этот коннекшен к нему и какой-то, зависит в поле и всей пропе стейкменте Юль. Выберите другой коннекшен и опять начинаете те же самые спережали. И у вас хоп 100 тысяч пробенцов стоит готов. Это тот случай, когда надо тюнить пул. То есть вы вначале сделали, все у вас было хорошо, а потом, когда начали, то есть нужно нагрузочное тестирование, начали гонять. То есть обычно как может выглядеть. Система подтормаживает все еще. Почему? Глянули, а черт, я использую 100 скейли, тогда же разрешите ему кэшировать все скейли. Включаешь кэширование, запускаешь, начинают лететь скейли эксепшены, потому что ты приходишь к драйверу, а драйвер говорит, а мне больше не дают. Ну либо база данных ругается. Я уже закэшировал 5000 штук, а 5001 мне не дают. Ну либо ограничение в норме драйвера ты поставил, либо драйвера нет ограничения, база не выдает просто. Ну вот это ограничение в базу. Максимальное количество столбцов в группбай. То есть вообще говоря, в стандарте скейля, когда пишешь select и группбай, там как бы нет ограничения. Потом говорят, не конкретный инстанс базы данных, в группбай может участвовать не более чем 64 столбца. Ни один нормальный живой человек не напишет такой скейль, но автомат может сгенерировать. Когда у вас хибернет автоматически генерирует скейль, или вы написали какую-то тулзу, т.е. вы по Тулзе сказали, вот база, вниз 100 таблиц. Тулг Bitcoin говорит, я хочу вот так вот так вот так вот так вот так вот. Он говорит, хорошо и автоматов тебе эти страничные скейдки, он может легко это нарушить. Оде один индекс может охватывать не более чем 16 столбцов. Ну вот тут вот просто видно, максимум столбцов в Select. максимальное количество столбцов в таблице. Но тут, видимо, ограничений нет. Надо смотреть, что имеется в виду под нулем. Ну, 0 может означать разное. Либо нет ограничений, пока не упадем по окончанию памяти. Либо, например, ограничение неизвестно. Надо смотреть, что GDBC API означает 0. Давайте посмотрим. Да, чтобы было понятно, как это получилось. connection нам вернул экземпляр датабейс метадата. А у того просто есть много именованных методов. get max connections. Get то, get все, get все так. Вот видите, извините, или limit неизвестен. То есть мы отличить-то не можем. Так, функция ограничения. Че, описные знаки. Так, вот это более интересные штуки. Если у вас произошел автокоммит, например, база данных решила сделать сама коммит. Я так понимаю. Имеется в виду, что, например, если вы сделали запрос типа не TML, а DDL. Ну, как я говорил, когда делаешь create table, то автоматом create table, delete table, drop table, то автоматом после этого происходит коммит. Транзакция не может включать в себя создание таблицы, например. Вопрос, что будет с result set'ами, которые у тебя были в руках. Это вообще большая проблема. Ты от connection'а сделал statement, он тебе надолго не нужен. Он породил result set. result set тебе result set по сути дела представляет данные. Ты хочешь хранить его долго. Ты говоришь, я им попользуюсь, и пусть полежит. Попользуюсь, полежит. Но проблема в том, что для connection'а органично, чтобы ты очень быстро вызвал у него close. По той простой причине, что база данных-то проговорит. Ну, для меня норма 100-200 connection'а. То есть, одновременно 10 тысяч клиентов, ты каждому не можешь запомнить connection. У тебя база столько негадост. То есть, connection надо клиенту DAO, он 5 миллисекунд попользовался. В DAO close вернулся назад. В таком случае, что будет с result set'ом? А, вот, вот скорее. То есть, надо разбираться конкретно. То есть, что происходит. Вот, да. То есть, если пошло определение данных в рамках… То есть, вызывает ли определение… Ну, то есть, вызывает ли инструкции DDL автоматический commit транзакции, а не да, true. То есть, create table – commit транзакции идет. Потом, у всех баз данных чудовищная проблема при сортировке, где нули. Если там бы стояла false, мы должны были тогда где-то вручную прописывать, что commit, да? То есть, это команда, это делать. Если вы сунете… То есть, что означает true? Вы берете connection, шуруйте туда в скейли. Вот, если вам только попадется в скейли, который определяет данные в таблине… Вообще, не DML, а DDL. Create table, drop table, alter table, создание бьюхи, создание таблицы. То у вас connection автоматически происходит commit. Это беда, потому что произойдет commit. Вы дальше кидаете скейли. Но говорите, не-не, я передумал, нажимаете rollback. И у вас rollback сейчас только до последнего commit'а. То есть, у вас случайно пролез скейль, который транзакцию закончил. А вы могли этого не учесть. Чудовищная проблема с нулями. У каждой базы данных каждая решает по-своему. Если вы сортируете колонку, есть null. Одни базы данных. В общем, это решение четыре. Видимо, это не четыре шутка. Либо null считается самым большим. Либо null считается самым малым. Либо null всегда в конце, либо null всегда в начале. Я делаю сортировку. По-следующему. Один, два, null. Да. Может быть, следующий. У меня были данные, да? Там null, два, один. Я вызвал сортов. Может быть, вот так. Один, два, null. Нул самый большой. Это значит что? Может быть, результат вот такой. Это будет означать, что null самый маленький. Может оказаться у базы данных, что null всегда в начале. То есть ты говоришь, сортируй по возрастанию. Он пишет null, один, два. А ты говоришь, сортируй по убыванию. Он говорит null, два, один. Нул типа сначала null и потом все остальное. И решение может быть, что null всегда в конце. То есть один, два, null. Или ты говоришь, сортируй по убыванию. Два, один, null. Вот четыре типичные сценария, которые бывают в базе данных. Насколько я понимаю, то есть базы данных быстро это сделали. И стандарт SKL, а вот это обходит он говорит, ну тут у вас. То есть даже если стандарт SKL как-то рекомендует считать null каким-то, реальные базы данных, в общем-то, этого не слушаются. Тут, в общем-то, получается следующая ситуация. Почему конкретная база данных может выбрать любой способ и игнорировать стандарты? Потому что база данных обычно... База данных должна работать быстро, надежно и прикольно. Даже если она не соответствует стандарту. То есть обычно, когда корпорация принимает решение поставить себе MS SKL сервер или Oracle, то то, что там кривоватый SKL и странный формат работы, никого не волнует. Купили хорошую базу, заплатили лицензию и теперь проблема программера корячится, значит узнать какой SKL и как работать. И вот этими тремя способами они нам говорят. Мы можем прямо отсюда устанавливать некоторые настроения? Устанавливать нет. А часть настроек, по-моему, нет. Ну, как? Надо анализировать. То есть ключевых слов добавить мы не можем. Да? Ну, через запросительный знак, там не параметры переставить, какие не можем. Например, как сортировать это не надо? Это вопрос конкретной базы данных. То есть, насколько можно эту информацию, базы данных менять через интерфейс с Kelly. Ну, потому что, ну, там мы будем спрашивать, какие есть таблицы. Ну, легко менять. Ты пишешь, create table, у тебя появилась новая таблица. Схемы, каталоги. Ключевые слова менять не можем. Вот это менять, сейчас посмотрим, можем легко. Вот это надо смотреть, не знаю. Вот это, скорее всего, нет. То есть, большой долей вероятностью, способ сортировки определяется внутренним устройством базы данных. Но, опять же, я встретил конкретный. LocalFarse не знаю. Не знаю. Так, это будем смотреть, когда мы создаем курсор. То есть, мы можем устанавливать определенные свойства коннекшена. И тогда ResultSet, который у нас в руках, обладает определенными свойствами. Этих свойств несколько типов. По-моему, три. Вот они scroll, forward и еще что-то будет. Отдельно посмотрим. В общем, вот они нам говорят. Как это устроено. В общем, это вопрос следующим, например. В API ResultSet есть все методы. Но некоторые методы не работают. То есть, в зависимости от того, какой у нас ResultSet, некоторые методы как вызываешь. То есть, они есть в интерфейсе. Вызываешь, получаешь какой-нибудь exception. Какие есть функционалы, которые то есть, то нет. В зависимости от базы данных и от того, какие сеты мы вызвали у коннекшена. Первое. Могу ли я менять ResultSet, чтобы менялась база? Не отдельный insert сделать. То есть, я могу сделать select, получить в руки ResultSet, идти по ResultSet. И потом глянусь и сказать, вот сейчас мне это не нравится. Я, конечно, могу. Я в ResultSet прочитал, что минус 10. Я говорю, мне минус 10 не должно быть. Я могу, конечно, сделать отдельный апдейт, накатить на базу. Но могу прямо в ResultSet эту штуку поменять. И поменяется состояние базы. Пример. У Java, Util итератора есть методы. next, hasNext, next и remove. То есть, ты, пользуясь итератором, вытащил число, которое тебе не понравилось. И ты можешь прямо у итератора нажать remove, и коллекция изменится. Ты через итератор изменил коллекцию. Так вот, можно... Updata нету. А? Updata нету. Updata нету. Updata нету. У Java, Util итератор. У ResultSet ты крутишься, имеешь штуковину. И вот вопрос, поддерживает ли база и настроили ли ты connection при помощи сеттера так, чтобы, прямо меняя ResultSet, у тебя менялась база. То есть, это типа Updata? Да. Updata был и ResultSet. Это раз. Второе. Тут нам отвечают. У ResultSet есть методы не только next, 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 но есть произвольный доступ. Я могу сразу сказать, хочу, вот ResultSet, хочу 500-ую запись. Не все ResultSet это поддерживают. Иногда говорят, нет, нет, доступ последовательный. И еще что-то третье. В общем, вот я могу опросить. It uses local files. Я не знаю, не скажу просто, что это. Я не знаю, не скажу просто, что это. Я не знаю. Вот они говорят, что драйвер сам по себе не поддерживает пул стейтментов. То есть, драйвер одновременно не является пулом. То есть, дополнительно драйвер пул установит. Да. Поддерживать ли юнионы? UnionAll. Ну, это какие-то концепции SQL. Говорят, не, не поддерживаю, поддерживаю. Вот. Уровень изоляции транзакций тоже посмотрим. Вообще говоря, SQL говорит про три уровня изоляции транзакций. Что такое уровень изоляции транзакций? Я покажу просто. Ну, отдельно буду их разбирать, но. ConSet Transaction Isolation Level. То есть, у коннекшена есть пять констант. Это просто int. State public, static, как всегда, int. Вот. И у коннекшена есть у конкретного коннекшена Set Transaction Isolation. Ты в каждой транзакции можешь установить уровень изоляции. А вот тут нам сказали, какие на самом деле поддерживаются. SQL поддерживает пять уровней. SQL поддерживает четыре уровня. JDBC пять уровней.